ребята рвутся в бой голодный все до гонок поэтому мое мнение что надо будет даже чуть-чуть придерживаться потому что все очень соскучились по настоящим стартам нам удалось собрать и в настоящее время мы тестируем второй капотный грузовик также ведется работа над конструкцией уже третьего капотного грузовика более еще обновленного то есть в этом плане мы даже чуть-чуть выиграли всегда когда старты один за одним происходили всегда был темп такой вот знаете суетливы то сейчас нам удалось привести технику в порядок с командой с личным составом тоже все в порядке никто тут фу не болен поэтому ждем с нетерпением когда все-таки откроется мир гонок сейчас ближайший старт который заявлен это золото кагана 18-22 августа надеемся что мы сможем туда попасть российские спортсмены уже смогут однозначно там принять участие так и гонка заявлено получено разрешение ну а нам же прохождение границы его будет возможно только если но будет соответствующее распоряжение тот заложенный бюджет который мы предполагали потратить на спортивную команду в этом году он как минимум в два раза сократится потому что мы не выезжали уже на запланированные две гонки это гонка марокко и шелковый путь и по большому счету золото кагана если мы примем участие это четырехдневная гонка пролог и три этапа не не такая затратная тем более что по логистике не так далеко поэтому думаю что мы сможем выступить на дакар 2021 тремя экипажами как и планировали гонка пройдет по территории только садовской аравии гонка все равно не будет легкой точно она не потеряет в остроте организаторы поработали чуть лучше на маршрутом чтоб старт и финиш происходили в одном том же городе в городе погрузки и получения техники чтобы логистика также была дешевле для команд для то чтобы в условиях кризиса удешевить расходы команд мы надеемся что и в следующем году мы сможем бороться за пьедестал почета и за победу